пусть защемит мне сердечко всем привет это антон мизонов и в этом видео разбираем как играть на укулеле русскую песню павла кашина разбирать будем на основе моего укулеле кавера ссылку на который я дам в описании и в подсказках и для пущей нативности будем разбирать на той же самой укулеле на которой я это записал flight туз 35 db это сопрано укулеле очень маленькая записал я все это в зимнем парке если вы посмотрите это видео до конца то вы увидите что она не до конца потому что у меня сдох телефон новый дубль было взять неоткуда и поэтому я решил оставить как есть план урока такой сначала я вам просто показываю аккорды чтобы у вас был мгновенный результат затем я покажу вам ритмический рисунок который использую я и под конец для самых настойчивых я покажу как я в упрощенной форме обработал вот этот риф который там звучит в песне павла кашина у меня немножко попроще там на самом деле переплетающиеся гитары которые 16 ноты играют все вот эти вот вот но я покажу как попроще это сделать на укулеле по моему будет все очень симпатично начинаем с аккордов и так здесь все не просто просто а очень просто песня в ми миноре сначала берем самый обыкновенный ми минор пусть защемит мне сердечко я не знаю какой вы уровне я не знаю знакомы вам эти термины я м минор но первые два аккорда они очень простые сначала ми минор а потом массе доминант септ аккорд с практической точки зрения это нам нужно вот эту фигуру взять и со струн 1 2 3 перенести на струны 2 3 4 пусть защемит мне сердечко все очень просто даже баре брать не нужно дальше с новыми его песни только трон дальше ля минор потом соль лед в глазах а в небе свечка ре мажор ре мажор я беру достаточно ортодоксальным способом я во всех своих видео это говорю я четвертую струну пережимаю большим пальцем левой руки вот так вот а потом вторую и третью струну зажимаю здесь среднем и безымянным вам не обязательно так делать особенно если вы девушкой у вас маленькие пальчики это можно делать вот так вот это можно делать вот так вот суть в том чтобы струны 2 3 4 были прижаты на втором году но мне удобно мне удобно вот так вот лед в глазах а в небе свечка дальше опять ли минор мне душу ласковый огонь дальше си доминант септ аккорд и на этом куплет заканчивается мы переходим к припеву припев это будет у нас до мажор а вокруг белым бело ля минор до снегу на мило вот на вот это характерное на мило нам нужно вернуться в ми минор и дальше аккорды вертятся по кругу и меняются в два раза быстрее ля лишь у меня си доминант септ аккорд лишь у меня дальше ми минор за пазухой дом лишь у меня за пазухой вот такой вот круг ля си ми до и снова идем на этот круг ля минор все равно си мажор тепло вот и все аккорды этой песни все очень просто давайте еще раз попробую сыграть полностью припев и дальше выходим на риф который я объясню в конце видео с аккордами разбрались очень хорошо теперь ритмический рисунок ритмический рисунок прежде чем начну показывать хочу рассказать что подсмотрел на юг юбе концепцию 3 негритянского барабанщика который говорил сеять если вы можете это сказать вы можете это сыграть рисунок который я применяю здесь он звучит такturп доброго nhân чтобы арте градин поэтому прежде чем оба играть от рисунок посоветовал шутку атаку для это вы не надоете каким спицом победил ауксу просто вот на уровне тек get the skin маленький ну суть црается к тому что что сначала мы берем большой укулельный трюль. На примере ми минора показываю. А затем просто играем быстрый 16-й попеременно. Играя удары сверху, как я всегда говорил, средним и безымянным пальцем. А подцепы указательным пальцем. И нам нужно сделать вот это вот трын. Тыга-дыга-дын. Тыга за такт, и потом дыга-дын. За такт две ноты, и после этого еще три ноты. Итого пять нот. Трын. Но одно исключение, потому что вот так вот можно совсем уж просто играть. Хотя, в принципе, так, наверное, тоже можно. Я здесь бросаю еще один большой палец. И это у нас идет на третий по счету удар. Если вы ничего не поняли из моих объяснений, но почему-то все равно досмотрели до этого места, давайте я при монтаже замедлю вдвое. И тогда вам все будет хорошо видно. А потом, возможно, и в четверо. Итак, замедляем вдвое. А теперь замедляем в четверо. Хорошо. Вот такой вот ритмический рисунок. Пусть защемит мне сердечко. Его песни только тронет. Лед в глазах, а в небе свечка. А доверей мне душу ласковый огонь. И дальше припев я его показывал. Теперь переходим к ведущему риффу. Здесь, опять-таки, укулелька предоставляет нам очень много халявных возможностей. И на самом деле мы просто обыгрываем аккорды. Причем вот вся вот эта вот мелодическая линия, она строится на том, что у нас вторая струна на всех аккордах, которые мы используем. Вторая струна прижимается от открытого состояния до третьего лада. Вот сначала мы берем до мажор. И играем вот этот ритмический рисунок, который я показал, прижимая в те моменты, когда нам нужно, вторую струну на третьем ладу. И здесь, когда мы ее прижимаем, лучше это брать большим пальцем, чтобы сделать акцент. Затем то же самое действие на аккорде ля минор. То есть у нас вторая струна, то открытая, то прижатая. На третьем ладу. И затем мы делаем то же самое действие на аккорде ми минор. Но для того, чтобы его выполнить, мы ми минор прижимаем как бы не полностью. Не вот так вот, как в течение всей этой песни, как показано в аккордах таблицах. А прижимаем только две струны. Первую и третью. Первую прижимаем, как и нужно, на втором ладу. Третью, как и нужно, прижимаем на четвертом. А вторую оставляем открытую. И на ми миноре делаем тоже вот такой вот чит. А затем дальше у Павла Кашина там быстрый такой проход на электрогитаре. Я его решил просто проигнорить, потому что если вы слышали эту песню, воображение достроит. И, соответственно, на си доминант септаккорде я просто ничего не играю. Я просто играю си доминант септаккорде. И вместе получается достаточно правдоподобное изображение риффа. Ну и, как водится, специально для тех, кто, возможно, ничего не понял, я постараюсь замедлить вдвое. Может быть, это как-то поможет. И укулеле будет звучать, как испанская гитара. И если сейчас повезет, то, возможно, я попробую это замедлить вчетверо. Тогда укулеле будет звучать, как... Очень пьяная бас-гитара, на которой играю такой, блядь. КОНЕЦ Большое спасибо! Надеюсь, вам понравился этот разбор. Надеюсь, вы что-то из него смогли почерпнуть. И прежде чем вы выключите видео, я хотел бы пару слов сказать про то, какими пальцами брать аккорды. Самые простые. Вот с чем я сталкиваюсь у своих учеников. Это то, что до мажор очень часто берется вот так вот. Указательным пальцем. В этом как бы нет ничего плохого. Это точно такой же до мажор сам по себе. Но таким образом, если вы берете до мажор вот так вот указательным пальцем, вы себя обрекаете на какие-то очень большие перестановки, если вам нужно с него перейти на соль, или если вам с него нужно перейти на фа, или если вам с него нужно перейти на ля. То есть вы прижимаете, например, до мажор вот так вот указательным пальцем, а потом вам нужно вот так вот перепрыгнуть на ля минор. Поэтому я бы советовал, несмотря на то, что поначалу это может казаться трудным, сразу начинать с того, что прижимать до мажор мизинцем. Вот так вот я, естественно, укрупню это все при монтаже Потому что после того, как вы прижали мизинцем вот так вот до мажор Очень легко с него перейти на ля Практически никаких действий не нужно делать И очень легко с него перейти на соль мажор Опять-таки, практически никаких действий не нужно делать Если начать с того, что вы до мажор прижимаете мизинцем То у вас все четыре пальчика, они вот на этих первых трех ладах В такую аккуратную группу собираются Когда вы практически любой аккорд, особенно в тональности до мажора или соль мажор Можете поставить мгновенно и бесшовно Это очень круто Поначалу я понимаю, что указательный палец, он физически сильнее указательный Или, допустим, там средний И, соответственно, много соблазна их только использовать Потому что мизинцем это на гитаре больно И даже на укулеле немножко больно поначалу Но, поверьте, если вы инвестируете в это дело немного труда То очень хорошо все получится И вот как раз этот принцип хорошо работает в моей укулелеобработке Русской песни Павла Кашина Вот теперь окончательно все Подписывайтесь на канал Вместе с вами был Антон Мизонов Еще увидимся